Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, и мы продолжаем с вами работы по уходу за садом. Сезон уже начался, почки распускаются, кое-где появились первые бутоны, цветы, а где потеплее, цветение в полном разгаре. И сейчас очень важно грамотно подойти к тем растениям, которые вышли из зимовки не очень удачно. Всегда нужно вовремя их обрезать, подкормить, защитить. Но прежде чем подкармливать и защищать, нужно удалить отмерзшие древесины, отмерзшие сучья, поврежденные или подмерзшие. Сейчас же самое время для того, чтобы провести формирующую обрезку для тех кустарников и деревьев, которые вы не успели обрезать в зимний период, а также для тех, которые отцвели, и нужно сформировать им новую крону, новую форму, чтобы за вегетационный сезон они сформировали уже хорошие облиственные побеги и радовали вас своим внешним видом. Но успех любого мероприятия зависит от того, каким инструментом вы пользуетесь, насколько чисто делается срез, насколько это легко для вас. Любой садовый инструмент должен удовлетворять двум основным требованиям. Он должен быть удобен для садовода, быть легким, эргономичным. И он должен качественно выполнять свою работу. Если это секатор, это должны быть ровные срезы без замятий. Если пилочка, срезы должны быть чистыми и гладкими. В этом случае нам хорошо помогает фирма Fiskars. Фирма с очень большой историей на рынке. Более 300 лет она выпускает качественный садовый инструмент. Действительно легкий, удобный и эргономичный. Для работы с кустарниками, с деревьями, у которых ветки толстые, более сантиметра двух, использовать ручной секатор уже не очень удобно. Приходится прикладывать очень много усилий. В таком случае нам на помощь приходят кусторезы или сучкорезы. Здесь очень удобно то, что ручки у таких секаторов способны раскладываться на нужную для вас длину. То есть вам не понадобится несколько инструментов сразу. Вы можете регулировать длину ручек в зависимости от того, на какой высоте вы собираетесь делать срез. Инструмент очень легкий и удобный. И что мне особенно нравится, лезвия стальные, которые очень долго держат заточку и покрыты это флоном. При таком покрытии к поверхности лезвий не налипает сок, не налипает мусор. Они долго остаются чистыми и не загрязняют срезы, которые вы делаете. Итак, сейчас мы, собственно, приступим к работе. Перед нами шикарный куст розы. Она вышла из зимовки, но не очень удачно. Суровая зима все-таки нанесла ей довольно серьезный урон. И некоторые ветки, особенно старые ветки, заболели, подсохли, подмерзли. Учитывая, что кустарник довольно-таки колючий, лезть туда обычным ручным секатором весьма чревато для целости вашей кожи на руках. Здесь на помощь приходят вот именно такие сучкорезы. Как я уже говорила, удлинение ручек позволит вам избежать серьезных царапин. Пускай секатор выполняет основную работу, а не ваши ручки. Итак, как грамотно обрезать нашу розу? В первую очередь мы удаляем все то, что вы видите, гарантированно уже мертвое, усохшее. Они обычно, такие ветки, имеют другой цвет коры. Вместо сочного, зеленого, салатового цвета кора становится желтой, бурой, черной. Вырезаем эти побеги, эти ветви, как можно ниже, не оставляя больших пеньков, до здоровой древесины и даже немного захватывая ее. Нужно отметить, что секатор режет очень чисто, очень легко, гладко. Секатором можно даже пользоваться, как таким своеобразным манипулятором, чтобы вам не уколоть руки, не повредить их. Можно зажать аккуратненько срезанную веточку, вынуть ее из куста и убрать. Удобные длинные ручки секатора позволяют создать необходимый рычаг, что очень удобно при работе. Вы прилагаете минимум усилий даже при срезании очень толстых веток. А хорошее раскрытие секатора позволяет захватить ветки диаметром до нескольких сантиметров. И мы продолжаем с вами работу. Когда мы делаем срезы, стараемся делать их над хорошо развитой, здоровой почкой. Изогнутое опорное лезвие позволяет хорошо захватить веточку и провести точный срез. Нужно отметить, что несмотря на такие большие, солидные размеры, этот секатор очень легкий. После его работы ваши руки уставать точно не будут. После того, как мы вырезали все крупные ветки у нашей розы, все больные, засохшие, поврежденные, мы проводим детальную обрезку, подрезая кончики побегов, которые не вызрели и погибли в течение зимы, заодно придавая розе красивый компактный вид. Выбираем здоровую, хорошо развитую почку, желательно идущую наружу, и срезаем над ней слегка наискосок. Такой секатор с вращающейся ручкой практически не чувствуется в руках. Усилие, которое вы прилагаете, вы прилагаете только для того, чтобы срезать веточку, не для того, чтобы пальцы по ручке скользили. А качество самих лезвий вызывает действительно восхищение. Совершенно гладкие, очень острые, срезы делаются четкие, чистые и ровные. Это очень важно при проведении обрезки. После того, как вы обрезали розы, обязательно уничтожьте, сожгите все срезанные растительные остатки и опрыскайте ее профилактически препаратами меди, либо топсином М, топазом для профилактики грибковых заболеваний. Если ваши розы уже начали вегетацию, вы видите первые листики, то им уже нужна и подкормка. В это время вы можете дать им хорошую дозу азотных удобрений в виде органики, либо минеральных. А если листовая поверхность достаточно большая, то можно провести подкормку и по листу комплексным удобрением с макро- и микроэлементами. Прответания вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал. С вами была Юлия Конраденок. До новых встреч!